В Среднеуральске две семьи, пятеро взрослых, две девочки школьного возраста и собака неизвестной породы едва не сгорели заживо в двухэтажном частном доме на улице Дзержинского. В пять утра красный петух предположительно клюнул баню на подворье и с нее перелетел на коттедж, в котором спали семь человек и пес. К счастью, тот район под утро патрулировал экипаж ДПС. Едва лейтенанта полиции Владислав Полищук и Никита Валеев, заметив адское пламя, помчались к горящему дому номер семь. По дороге инспектора сообщили в дежурную часть о непрофильном ЧП. Вместе с росгвардейцами, которые тоже оперативно прибыли в горячую точку, лейтенанты стучали в окна на первом этаже и разбудили спящее семейство. Жители спали, начали стучать в окна. Очаг возгорания был с района бани, соответственно, выход был перекрыт со всех сторон. Эвакуация была только через окна. С первого этажа нами было эвакуировано четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних подростков. Со второго этажа нами было эвакуировано три человека, не считая домашних животных. При происшествии никто не пострадал. Полицейские помогли двум девочкам 10 и 15 лет выбраться через окно. К тому моменту входная дверь в коттедж и левый угол здания уже пылали вовсю, и спасительный выход был отрезан огнем. Во след дочерям из горящего дома тем же путем выбрались и их родители, а также собака. На втором этаже ночевала семья деревянных – три человека. По словам Евгении, росгвардейцы нашли во дворе лестницу, приставили ее к стене дома и помогли им выбраться из гиены огненной. Позже Евгения Викторовна на пепелище сгоревшего дома, глотая слезы, благодарила силовиков двух ведомств за спасение двух семей, у которых та страшная огненосная ночь едва не стала последней в жизни. Мы поражаем огромную благодарность полицейским за их чуткости и не оставление в беде жителей города. Спасибо большое. После пожарища все семеро с полным основанием могут говорить о том, что они прошли сквозь огонь. Вероятно, то же самое мог бы подтвердить и их пес, но, разумеется, на своем собачьем языке.